понедельник 25 марта прекрасный денек наконец-таки распогодилась вот как раз два рыбака с ними здоровой доброго здоровьица один из них мне отвечает и вам не хворать нету посыла от меня идет посыл на доброе здоровьица пожелание от него не хворать частица не отбрасывается остается слово хворать ведь и какое пожелание то есть человек может даже сам и не задумываться о том что он там говорит а получается на деле вот такие вот вещи доброго здоровьица вот хотя бы такой просто ясно здравствуйте и вы знаете так уж тема нашей беседы сегодняшние на прогулочки как видите опять можно гулять птички поют подсохла главное подсохла это вот как бы лучше сказать окружить себя такими вещами такими можно сказать не просто вещами материального мира как-то вот парк как там допустим но в какие-то вещи я уже не однократно говорю окружить себя аурой добра здоровья и благости каждый человек все-таки это в первую очередь существо духовное просто материальном мире имеется его носитель физическое тело но зависимости от того как он действует как он мыслит в первую очередь как он мыслит а дальше уже действует определяется его жизнь как она сложится как она складывается что в конце концов получается в итоге вот поэтому посылаем мысли добра вы знаете я сравниваю это как с ютубом вот я на ю тубе с одиннадцатого года островский там где-то семнадцатого года курпатов семнадцатого года но ряд других там стас быков говорит вот я три года развиваю свой youtube канал но я конечно за всем наблюдаю учусь а чё делать и вот что получилось в течение всего этого времени я неправильно взаимодействовал с ютубом и в итоге у меня и видео огромное количество тысячи триста пятьдесят на разные темы а можно сказать толку особо нет почему потому что неправильно были то есть вообще все делалось неправильно выложилось видео и думал ага все она там самой сделает это примерно как человека я родился в эту жизнь вступил и дальше само покатит я тут школу окончу получу образование профессия семья и как пойдет да не всегда она идет 90 процентов случаев никуда она ничего не идет а дай бог на месте топталась вот не было описание передач так как надо не было название того того вот я думаю так это назову эту передачу вот так вот оказывается запросов именно на эти слова на название моей передачи народ не дает просто-напросто то есть где-то он проще задает вопросы а где-то вообще не задает на эту тему вопрос а я же думаю вот такой я сякой нет или не ключевых слов короче не описание и в итоге с 11 года я только вот сейчас приблизился к тому дятел молодец еще разок повторить ну-ка давай у меня вот там сегодня завтра будет только 10 тысяч подписчиков а у других кого я перечислил ушло за 100 тысяч а у некоторых и за 600 тысяч видите что значит правильно взаимодействовать взаимодействовать так вот вот такие вот как бы сказать модели которые нам предоставляет предоставляет и демонстрирует интернет это как раз вот в большом таком масштабе это вот наш мир вот насколько мы здесь взаимодействуем и и к вы я хочу подчеркнуть особо внимание ваше вот как на ютубе мы взаимодействуем чем словом ну сначала естественно мысль что снять как назвать какие ключевые слова подобрать вот так точно и в жизни что помыслит далее что сказать и уже потом что сделать видите как и вот хороший пример как раз рыбаки и он постоянно так говорит думает что этот я уже так раза два-три с ним здоровался этот человек думает что вот сказать и вам не хворать на доброго здоровьица это значит что-то такое умное потрясающее это так сказать наглядно а примерно в этом же плане как человек мыслит как человек говорит в каждый из нас огромное 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 будем говорить вот это вот количество всех этих мыслей которые мы прорастаем в пространство взаимодействуем с ним же с пространством и в итоге получаем соответствующий жизненный выхлоп тут или иной по всем параметр по здоровью по благосостоянию по самореализации по дружбе по семье вот такие то дела вчера мне позвонились москвы все люди думают что я живу в москве тут рядом где-то и и приглашают ну вот вчера было приглашение на такую выставку художника который пишет картины с оздоровительной направленностью я немножко в этой теме немножечко в этой теме разбираюсь и знаю что цвет форма подача мысль вот когда художник вот видеть какую-то там картину допустим а вот такое мартовское утро запечатлевает его тем самым он передает вот эти все вибрации этого утра он свое настроение запечатлевает вот эти вот особенно если краски масляные то есть она как знаете как печать уже раз и прихлопнулась естественно от нее будут идти какой-то какой-то информационно-аналитические воздействия вот которая человек смотрит уже как раз он говорил сам что прошелся среди своих картин где они там были вывешены уже начал улыбаться а именно это говорит о том что настроение человека изменилось настроение это энергетика энергетика меняется и если она радостная уже за счет этого начинается идти процесс оздоровления укрепление организма поэтому вот сейчас у нас смотрите 8 часов 10 минут сейчас как раз у нас вот такой вот время хорошая тихо которая так вот действует доброго здоровьица вот хорошо здравствуйте его то есть правильно правильный ответ да конечно мир такой удивительная штука можно сосредоточиться на каких-то негативных вещах и в них вот встрять в эти копошиться и только видеть отрицательный этот рост тарифов курс доллара обнищание можно среди всего этого видеть нечто иное то есть своим сознанием отобрать то что то что вам надо и вот я не зря вам все привожу круг святых календарь причем календарь вот почему он имеет то или иное название не современное как просто там день там молодежи конечно нормальное название еще там что-то там такое еще там какие-то какие-то притянутые знаете название явление день стакана день там ложки день еще какой-нибудь ложки а мы будем говорить что этот день произошло среди людей как они себя проявили либо же либо же какие природные явления характерны для этого дня и на что они влияют что они предсказывают то есть в основном по этому раньше ориентировались после уже начало христианской эры начали значит этот день посвящен этому святому этому этому это тоже нормально здесь мы лишний раз нам напоминает о силе духа человека а его устремление а именно о том вот как он умудрился живя среди там общество или же уединившись смог так с пространством взаимодействовать чтобы получить различные дары это называется дары дар предсказания дар целительства ну и так далее дар воскрешение бить даже такое у людей было я иногда так рассказываю такие вещи а народ слушает и думает ну тронулся генка малахом умом темы все исчерпал все травы перебрал всех паразитов расчленил все очистил вот и теперь добрался до таких вот вещей нет это совершенно иной мир который показывает нам как можно жить как можно будет радоваться в жизни вот одно дело знаете вот человек живет как-то он трудится и за счет работы своих рук он кормится то есть ему не надо там работу давать он и сам нашел и кормится а тут сейчас так мир устроен что люди ищут работу нравится не нравится лишь бы было что-то там заработать как угодно заработать кошмар короче видите до чего дошло добро здоровиться вот и все это в наших же руках в наших головах и мы вот вот это строим такой мир поддерживаем его негативу вместо позитиву а вот цветы как раз и показали нам как это не жили что они делали вот когда заливают мысли на эти такие негативные или заботы какие-то то есть человек вот окружил себя вот такой вот аура и тянет и она она как как найти липкое такое свинцовое одеяло и не знает как этого избавиться а вот тут как раз чтобы от этого избавиться потому что мысли крутятся эти негативные что чё как где взять как это прожить применяется одна мысль а вот как раз святые советовали молиться молиться простыми словами чтобы они только у вас в сознании крутились и вытесняли все остальное более то смотря от того какие это слова какие они имеют значение вы начинаете притягивать и силы которые стоят за ними и которые начинают вам помогать видите как все делается целенаправленно рыбку пробовали ловить понюхали понюхали вот и как раз что что еще как бы интересно и полезно как правило жития святых были записаны ну допустим во втором веке третьем веке одиннадцатом двенадцатом пятнадцатом семнадцатом когда у людей было совершенно иное сознание совершенно с иными помыслами они все это писали они там не думали что то как то либо приукрасить либо либо как то там переврать и мы читая их мы можем сказать знакомимся в первоисточнике с тем что было и как это было без окраски знаете капитализмом социализмом коммунизмом или еще то есть вот это вот идеологии отсутствует выдается можно сказать прямое знание вот это вот хорошо доброго здоровьица вот и лишний раз язык у вас не отломится поздороваться это практически всех этих людей знаю а тем более они меня там знают и здороваюсь что ты желаешь то ты и получаешь вот такой вот интересный посыл поэтому читая жития святых ты как бы сказать понимаешь как же они действовали как они получали эту благодать эти дары как ими они пользовались а как у них проходила будем говорить и потеря этих даров и такое случалось и как они опять это все восстанавливали ну вот такая вот интересная беседа неожиданно нам подбросило утро значит окружить себя вот красотой окружить себя позитивом и в первую очередь это мы делаем на уровне мысль дальше идут уже слова и дела поступки и это все начинает приносить свои результаты вот поэтому познакомиться как это делалось на практике теми людьми и самое интересное когда у них уже жизнь прожита это какие результаты этой деятельности потому что мы обычно живем что-то там делаем и пока мы делаем это еще у нас не проявляется то есть результатов особых там нет они появляются через какое-то время а то и через год и вот возраст пожилой он уже как-то знаете позволяет посмотреть с горки прожитых лет на то что было как это все начиналось и к чему это привело жизни других людей друзей ну и все это уже начинает складываться в какую-то определенную картину и в итоге получится у вас что-то или не получится хорошо 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 хорошечно так вот я еще вчера свихотворение прочитал я мера мироздания при этом подчеркнул что я его не написал а оно прошло через меня то есть вот я уже знаю одно дело муки творчества ты что-то там сам сочиняешь подбираешь слова арифмы рифмой что там да чтоб еще какой-то смысл был не опа попа а что-то такое более возвышающее типа я это две меры этой красоты так к примеру и другие интересные вещи ну вот так вот беседа наша проходит вот а тем временем я хожу 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 педали хорошо травка зазеленела то есть вот смотришь на природу она пробуждается вот сейчас во всей природе во всей природе ну по крайней мере на нашей половинке земли идет такой творческий обновляющий животворящий импульс то есть все начинает пробуждаться вся природа и как раз с этой природой начинает пробуждаться и наш организм вот может к этому импульсу присоединиться а как мы можем присоединиться да только мысленно присоединиться мысленно что у нас организм идет в рост в обновление и уже чувствуется что что-то воронизме начало меняться появляется какая-то радость а хорошо вот это ощущение видите вот так вот ходим ходим и выходим на интересные вещи а именно ощущение внутри себя радости радости внутри своего организма внутри своего сознания то есть она начинается в сознании и потом уже переходит на уровень организма подключается значит что там эндокринная система вот эндокринная система подстегивает все там остальное и пошло пошло поехало обновление и вы чувствуете как начинают радоваться органы начинают радоваться клетки мы так как знаете как генералы у которых есть армия и как эту армию своего организма своих клеток мы настроим поведем такое у нас и здоровье будет ну естественно и внешняя красота и вот это вот целительную радость которую вызвали внутри организма в клетках надо бы запомнить продлить ее продлить состояние обновления выздоровления вот молодости юности это очень интересные такие вещи вот примерно так вот были созданы исцеляющие настрои и знаете вот можно много говорить толдонить исцеляющие настрои конечно их надо проговаривать но еще важнее почувствовать как они работают именно как работают вот когда человек открывает в себе как они работают как сытин открыл это все себе вот он понимаете ухватился за это то есть человек ухватывается за это а и начинает все это развивать вот многие говорят клетка лидер там это есть клетка лидер вот эту клетку лидер надо стимулировать и она там будет обновлять организм от нее идет ну действительно так клетка лидер так можно сказать оплодотворенная яйцеклетка одна является клеткой лидером с которой так хоп весь организм развернулся вроде бы логика верна но надо посмотреть поглубже ведь не клетка клетка как развивается там делится вот клетка яйцеклетка спустилась неоплодотворенная ну и что она пожила пожила там в женском организме так как она неоплодотворенная нету дальше импульса развития она и пропала а вот когда она оплодотворенная и при этом важно понимать как учили тибетские мудрецы что во время зачатия сознание из определенных сфер вселенной окружает яйцеклетку наряду с проникновением сперматозоида и начинается ее формирование вот она как то есть сознание начинает из клеточки строит для себя организм чувствуете разницу и вот все начинается с сознания когда мы себя обновляем то есть вот реальное и эффективное омоложение происходит именно с уровня сознания когда вы даете вот этот импульс творческий на обновление а он как правило проявляется в виде радости вам радостно вам приятно жить такой слегка возвышающая радость сейчас это эмоция но если эмоция продолжается во времени допустим полчаса час а если еще и целый день это уже настроение вот если это настроение с помощью допустим настроение и слово настрой настроите себя еще осознанно вот мы настраиваем компьютеры программы там еще что-то машины вот а настроить себя это великое дело вот мы работаем с кем с чем угодно но только не с собой для себя любимого нас как-то времени не хватает и как это себя можно настроить я уже рассказывал и все знают кто интересуется что в армиях которые наступают раненые бойцы выздоравливают быстрее чем в тех которые сейчас проигрывают отступают то есть у них особо настроение настроение победитель а чувствуете беседы какие у нас идут не так там ух ты мы вышли из бухты впереди океан а настроить себя то есть невольно это утро нам нас настроила на такую вот беседу интересную настроить свой собственный организм как знаете настройщики настраивают рояль гитару орган и прочие такие музыкальные инструменты сложные а наш организм очень сложная машина для житья ее можно нужно настраивать вот как уныние орех гордыня орех человек настроен на гордыню я такой сякой у меня знаете по-разному гордиться у меня столько денег столько недвижимости и еще там бласть облеченых это никто либо наоборот я никто я начал говорить и почувствую все понизилась так важно не какое-то там ложное такое 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 с силач красавица или еще популярное а Я и ты две миры этой красоты То есть вот я хожу И как бы сказать И птичка мне подпевает И я вот можно сказать взвинчиваю себя Взвинчиваю насчет вот этой вот радости Вот это интересно И вот ощущаю Как откликается мой организм на все это Очень интересно Знаете, более упругие стали такие мои шаги Дыхание Без всяких отдышек, задышек И прочего То есть совершенно иная работа Совершенно иное ощущение пространства Встречного воздуха Который набегает на лицо Вот он такой становится ласковый Он становится такой желанный Не говоря уже о дыхании Вдыхая воздух ты вдыхаешь вечность А выдыхая в ней ты растворен Молодец тот человек Который это все почувствовал А сейчас даже от этого Мурашки побежали по телу Ой красота Ой лепота И вот различные слова Знаете, красота Лепота Хорошечно Все это как-то еще Вот это все Все это вас взбадривает Все это Печатается в вас И вы уже знаете Как вот Такой сгусточек Доброжелательной энергии Идете и Уже можно сказать даже этим Осветляйте Освещайте Улучшайте пространство Которое Вокруг вас И чем больше будет таких людей Чем больше они будут понимать Что они могут это сделать Что они непростые винтики Сделал я новую смесь Противопаразитарку Ввиду отсутствия Гвоздики Хотя там есть Этмин Я его помолол И так Смесь получилась Не такой жгучей Не такой раздражающей Более такая мягкая Добавил туда Чаги Вот И полынь Полынь Очень много видов Практически все они действуют На паразитов Но Есть действительно такие Горькие А есть Менее горькие Тоже называются Полынь То есть из рода Полыньевых Трав И вот Применяю Посмотрю В течение недельки Я всю эту смесь съем Как она со своей стороны Подействует Посмотрю Проанализирую Ее действия И дальше уже Ага Еще там что-то там Изменю Или добавлю Вот Керосин Продолжаю То есть Сначала у меня идет Керосин Потом у меня идет Полная чайная ложка Из трав И след за ней Я просто запиваю Так же утром и вечером Благодарю за просмотр Если вам понравилось Видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие Развивает канал И способствует Его продвижению Вы можете посетить Бесплатно Мою авторскую библиотеку На сайте Малахо.про Доброго здоровьица И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok